Виталий Хеми Первый вопрос, который интересует меня, не так давно был озвучен губернатором области. Скорая помощь, неотложная помощь. Поскольку Одесская область по своей величине может конкурировать с некоторыми европейскими государствами, вопрос, как доставить больного, как добраться машине скорой помощи в то или иное село, отдаленное от областного районного центра, в самом деле не праздный. Реально ли его решить, чтобы машина приехала по GPS-навигатору? У нас дороги в некоторые места не проложены, а тут больного за 20 минут доставить. Во-первых, хочу сказать, что сегодня приняли основные законы, которые полностью трансформируют систему здравоохранения и ведут новые отношения. И те все мероприятия, которые мы проводим в течение этого года в Одесской области в плане изменений в нашей локальной структуре системы здравоохранения, очень хорошо вкладываются в эту законодательную базу. И это должно нам, в общем-то, значительно облегчить вхождение в новые процессы. И это касается в том числе экстренной медицинской помощи. Мы в этом году постарались максимально упорядочить всю систему экстренной медицинской помощи. То есть мы закончили объединение разрозненных станций скорой помощи, которые оставшиеся в единое унитарное управляемое учреждение областной центра экстренной медицинской помощи. Мы полностью установили на все машины, которые сегодня находятся у нас на дежурстве, на все машины скорой помощи GPS-трекеры, которые позволяют нам мониторить в режиме реального времени, где находится машина, понимать ее статус, она находится на вызове или она находится в ожидании, или она вообще не работает по тем или иным причинам. Мониторить ее техническое состояние, расход топлива. И это, конечно, обеспечит нам значительную экономию ресурсов до 15%, мы экономим только по ГСМ. И значительно сократить время приезда бригады на вызов пациенту. То есть мы после введения этого трекеров, мы видим, что у нас где-то в среднем на 5 минут сократилось время реализации нашего обращения, от получения диспетчером вызова до приезда на адрес. Но есть другая проблема вообще в состоянии технического парка, и он, конечно, требует значительного обновления. Мы в этом году планируем 10 машин новых скорой помощи закупить, мы уже провели торги. Из них 5 будут с повышенной проходимости, которые позволят нас в удаленных районах, я отвечаю на вас вопрос, по своевременной качеству обеспечивать приезд. И в следующем году, если у нас будет бюджет, мы, конечно, тоже значительно освежим наш парк, что позволит более качественно работать бригадам. Потому что бригаде нужна машина и еще качественное внутреннее наполнение. В качестве внутреннего наполнения мы активно увеличим количество аппаратной части в машинах, что позволит нам, прежде всего, решать проблему рисков, связанных с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Это, прежде всего, касается острого инфаркта миокарда, наличие электрокардиографа с телеметрией, а телеметрия вообще и телемедицина, один из наших приоритетов, который тоже укладывается в медицинскую помощь, позволит нам снимать радиограмму, тут же ее отправлять бригадой. Это уже делается в рамках города и некоторых районов. У нас в областной репрофизионный центр, который работает круглосуточно, где определяются риски, есть инфаркт, нет инфаркта, и определяется дальнейший маршрут и стандарт лечения для оказания медицинской помощи этому человеку. Если мы этот проект реализуем, мы его реализуем. Мы уже в этом году откроем еще филиал репрофизионного центра в Балтии. Это позволит нам закрыть практически всю центральную часть Одесской области, город Одессы, пригороды и северные районы. И в следующем году мы реализуем такое же решение в южных регионах. Такая область будет полностью защищена в плане доступности этой необходимой биомедицинской помощи. У нас 66% всех смертей, которые происходят, к сожалению, связаны, умирают люди от сердечно-сосудистых заболеваний. И зачастую отсутствие инструментов, что очень чувствительно для удаленных районов у врачей, экстренной медицинской помощи, фельдшеров, медсестеров, врачей семейных, терапевтов, конечно, не позволяет своевременно ставить диагноз и своевременно обеспечивать качественную медицинскую помощь. Еще один из очень важных элементов, который мы делаем, это, по сути, ноу-хау нашей Одесской области. Это ноу-хау нашего представителя областной государственной администрации Максима Владимировича Степанова. Это модульный подход к формированию в целом построения, оказания медицинской помощи в рамках того проекта «Госпитальных округов». Это организация отделений неотложной помощи по принципу западному emergency room, который позволит минимально обеспечить в случае необходимости любому жителю Одесской области. Он будет реализован на уровне всех районных больниц. И мы в ближайшее время будем презентовать его на уровне одной из лечебных учреждений. Как это работает с элементами телемедицины, то есть в режиме реального времени все параметры, которые будут сниматься рентген, лаборатория, они будут сразу же обработаны в областном центре, в областной клинической, взрослой или детской больнице. И получен качественный экспертного уровня результат, что позволит обеспечить правильное сопровождение пациента и дождаться усиления в виде специализированных бригад, уже областных или правильных транспортных. То есть организовать правильный маршрут больного в то или иное лечебное учреждение качественное. Вот это то, что мы сегодня реализуем. Вы затронули тему госпитальных округов, не могу не спросить вас. Сначала было 5, теперь 9. 9 – это оптимальное число госпитальных округов. Если можно, вкратце, преимущество такого вот, можно сказать, объединения или образования. Госпитальный округ – это не административное, не финансовое объединение. Это такой медицинский кластер, где на добровольной основе несколько лечебных учреждений договариваются о том, как они будут эффективно оказывать медицинскую помощь на этой территории, и как они между собой будут распределять те или иные медицинские свои обязанности. В начале нашего разговора вы сказали, что Одесская область очень своеобразная, и она превышает по размерам даже некоторых европейских государств. И сама географическая и демографическая ситуация не позволяет нам подходить стандартно, так как подходят другие области, которые имеют правильную геометрическую форму. Мы очень вытянуты по своей географии. И для того, чтобы обеспечить своевременный радиус для доступности для пациентов в медицинской помощи, там есть определенные критерии, которые прописаны в постановке Кабинета министров. И мы полностью соответствуем это постановлению Кабинета министров. Были дискуссии с Министерством здравоохранения. Они настаивали на пяти, но мы им доказали, что девять – это то оптимальное количество, которое вкладывается полностью на требования нормативных документов. И после последней встречи у меня с заместителем министра здравоохранения Павлом Ковтанюком, он заверил меня, что в ближайшее время они наш проект внесут на Кабинет министров. И я думаю, что в этом году мы пройдем это утверждение. Но опять же говорю, госпитальный округ – это такое функциональное объединение больниц, которые между собой просто-напросто распределяют обязанности для того, чтобы работать эффективно, а не дублировать малоэффективными объемами медицинской помощи друг друга. То есть не распылять ресурсы и все. В любом случае, с следующего года постепенно при реализации медицинской реформы будет формироваться механизм, основанный на принципе, деньги идут за пациентом. И мы сами будем выбирать, где нам и как нам лечиться. И если лечебное учреждение той или иной территории сегодня уже имеет какое-то определенное доверие и спрос у пациентов, то оно, естественно, будет наращивать свое, оно будет становиться ключевым, основным учреждением этой территории. Все остальные будут работать уже по каким-то другим направлениям. Поэтому госпитальный округ это очень такое вот, ну, это профессиональное объединение медиков, да, которое должно дать более качественную услугу. Вопрос касаемый вакцинации. Очень много вопросов у водеситов, у молодых мам. В школах сегодня есть информация, что это обязательно требует справку о том, что школьник, ученик привит от кори, где-то я даже слышал, что могут не пустить на занятия. Правда ли это? И насколько область, город обеспечена необходимыми вакцинами на данный период? Медицинских каких-то нормативных документов, которые ограничивают нас или наших детей от посещения тех или иных учреждений в связи с отсутствием прививок, в Украине нет. Насколько я знаю, таких нет, по-моему, и в образовательных учреждениях. Они носят больше у нас все документы, рекомендательный характер. Поэтому вопрос о том, что ограничивать, не ограничивать, это вопрос больше к руководителям этих учреждений. Есть ли у них право? Не готовы ответить на немой компетенции. Единственное, я хочу сказать, что есть наша моральная ответственность за тех людей, детей, которые, в общем-то, которым мы дали жизнь. Есть какие-то мировые практики, которые показывают, что непривитому ребенку находиться в коллективах других детей, где происходит колоссальный микс инфекций. Мы же знаем, что начинается сентябрь, дети начинают болеть не потому что осень, просто они начинают концентрироваться. И, к сожалению, у нас людей на Земле становится все больше и больше. И коммуникация, и плотность общения не только на каких-то территориях, но и во всем мире становится все выше. Миграция и тому подобное. Соответственно, риски контакта с другими инфекциями незнакомы очень высокие. И отсутствие прививок создает большие риски в плане развития болезни. Ну, к примеру, скажу, что вот у нас в этом году было повышение заболеваемости по коре. И те дети, которые, к сожалению, погибли, они умерли от осложнений кори, коревая пневмония была, и оба ребенка не были привиты. Это в области у нас? Да, у нас, да. То есть, ну, я думаю, что это вопрос ответственности, прежде всего, родителей. Прививаться нужно. И сегодня были проблемы, да, у нас с наличием вакцин для профилактических прививок. Сегодня этого нет. У нас сегодня при потребности, если мне не изменяет память, 42 тысячи доз в среднем для детей, для профилактических прививок в области, мы имеем склад сегодня более 50. То есть, у нас достаточно вакцин для соблюдения календаря прививок. Поэтому ограничений нет. Мы специально проводили такое вот большое совещание и проводили анализ того, что, ну, много разговоров, плохо, вредно, осложнение. У нас нет осложнений сегодня, не зависит от ни одного осложнения от прививки. Бывают реакции, но это реакции закономерные, они несут за собой никаких последствий. Это физиологические реакции. А в плане того, что вакцины являются недоброкачественными, вызывают какие-то необратимые изменения у детей, такого нет. То есть, привито очень много детей, я не помню, сколько это. Особенно у нас очень хорошо ведут прививки после проведения определенной работы у детей раннего возраста. Есть проблемы у детей, которые не получили прививки, когда их не было, просто более старшего возраста. Но там мы тоже наращиваем постепенно эту компанию. Чем больше людей привито, и чем больше охват и формируется, так называемый, коллективный иммунитет в обществе к тем или иным болезням, тем меньше шансов заболеть той или иной инфекцией, которая может дать, в общем-то, необратимый какой-то результат. Вакцина есть везде, не только в Одессе, но и в Рене, и в Кодами, по всей вытянности нашего региона. Да, мы получаем централизованно, у нас хорошие условия хранения в областной детской клинической больнице. И согласно потребности регионов, они делают заявку, приезжают и получают. То есть, у нас сегодня достаточно полностью готовы обеспечить потребность всех регионов. Медикаменты есть, с оборудованием вопрос решается. И вот вопрос в конце хочу задать о кадрах. Кадры по-прежнему решают все, возвращаемся в область. Молодые врачи, вы в этом не переубедите, неохотно они едут в наши районные больницы. Насколько бы обеспеченный медицинский центр не был, вот в Великой Михайловке или в Арцизе, что бы ни предлагали в районном центре, квартиры, какие-то льготы за коммунальные услуги, как мы молодых врачей будем зазывать, привлекать, тащить, если хотите, в больницу. Старая гвардия уходит, кто будет лечить роты? Ну, действительно, это есть проблема. Проблема мотивации молодых специалистов. Я думаю, что это проблема не только медиков, но и других работать. Сельскохозяйственность очень высокая. Мы проводили ярмарки, вакансии, сейчас опять планируем провести, где лечебные учреждения популяризируют себя по отношению к молодым специалистам, предлагают им какие-то бонусы в виде жилья, социальных пакетов, чтобы они ехали. Не всегда это срабатывает. С другой стороны, сегодня медицинская специальность тоже теряет популярность среди молодежи и не очень хотят идти учиться на врачей, прежде всего. И после этого, конечно, по окончании все хотят работать в городе или где-то. Это разные для этого есть причины. Но у нас есть другие инициативы, и мы понимаем, что эту проблему не решить в течение года, два, трех. То есть подготовка кадров – это очень длительный, на перспективу проект. Но мы живем в 21 веке, у нас все меняется. У нас меняются, входят новые технологические решения. И вот Александр Владимирович Степанов как раз в своей концепции заложил телемедицинские решения, которые позволят как раз с учетом того, что у нас есть дефицит кадров в сельской местности, обеспечить доступность пациентов через определенные технические, информационные технологии к экспертному мнению специалистов областного уровня по тем или иным направлениям. Таким образом мы пытаемся вот эту проблему отсутствия кадров на уровне района и села компенсировать за счет именно дистанционного сопровождения наших пациентов, специалистов более высокого уровня. Это, кстати, не так уже плохо и хорошо, это работает, и это мы рассчитываем на совершенно другое качество в плане медицинского сопровождения. А так у нас где-то порядка, к сожалению, обеспеченность врачей первичного сделок в сельской местности порядка 17%, насколько мы не изменим. На ваш взгляд, выпускник медицинского государственного учреждения, учебного, должен пару лет отработать, как это было раньше, или он свободный человек? Ну, он же не крепостной. Если государство оплатило его учебу? Если государство... Ну, государство оплатило учебу точно такому же студенту политехнического вуза, другого университета, юридического. Чем отличается выпускник медицинского вуза от других? На них одинаково распространяются права и обязанности, которые прописаны в законе прообразования. И создавать для них определенные ограничения... Ну, во-первых, это даже противоречит международным конвенциям. Никто не имеет права человека принуждать без его на то согласия работы на том или ином территории и выбирать и работать по той или иной специальности, которая ему не подходит или не нравится. Ну, это неправильно. Это определенные стигмы дискриминации по отношению. Если человек всю жизнь учился в институте и мечтал стать, к примеру, хирургом, а мы говорим, ты хирургом не будешь, поешь, работать эстезиатором, ну, качество его работы будет весьма сомнительное, наверное. Все же соглашусь. Да, да. Ну, то есть тут очень много вопросов такого даже морально-этического плана. И сегодня практически все страны, да, может, за некоторым исключением некоторых таких вот, отказались от системы принудительной работы медицинских... Я вам скажу больше. У нас на протяжении 20 лет ежегодно с 20 человек... Где 20? Более 40 человек выпускников Одесского медицинского национального университета направлялись после программы государственного распределения для работы в основном в сельскую местность. За 20 лет, если бы они все, которых мы направляли, они там закреплялись по системе, то, о чем вы говорите, принудительно, наверное, бы у нас насележили бы только одни врачи, да. Но ситуация, как оставалась, с укомплектованностью очень низкой, там, по 17-20%. То есть три года и уезжают. Ни семьи там не остаются... Если человек не хочет, то он найдет 287 причин. По наличию также, наверное, да? Да, там есть, ну, всегда есть какие-то варианты, да. Выйти замуж, жениться на военнослужащем, уйти от этой ответственности, там еще чего-то, поступить в аспирантур, разные есть вопросы. Но вот все равно не работает. Принудительная система не работает. Поэтому должны быть совершенно другие, экономические, социальные, должны быть другие какие-то, может быть, моральные, но должны быть совершенно другие мотивационные мотивации для того, чтобы человек поехал работать туда или иначе. Ну вот тогда это обеспечит соответствующую там ответственность и качество. Спасибо, Вячеслав, за беседу. Очень продуктивно мы пообщались. Приходите еще с хорошими, интересными новостями. Спасибо вам. Оставайтесь на репортере, берегите себя, не болейте.